История Красноярской нефтебазы в Ленинском районе официально закончилась. Эксплуатация объекта завершена. Резервуары и оборудование демонтируют и даже с проходной уже сняли табличку. Когда территория полностью опустеет, расскажет Альфия Еремеева. Вот так по частям рабочие разбирают оборудование старейшей нефтебазы КНП. По этим трубам больше не будут переливать нефтепродукты. 61 резервуар пуст, проведена дегазация и зачистка. Можно даже зайти внутрь. 50 лет на самом деле железо, слава богу, не подвело в течение всего этого времени. Он служил исправно, долго. Все, что нельзя перенести на другие базы, пойдет на металлолом. А табличка с проходной отправится в музей предприятия. Теперь это уже история. Нефтебаза проработала почти 90 лет. О ее переносе за пределы города заговорили почти сразу после открытия. Когда рядом с хранилищем топлива начали строить жилые дома. То место, где расположена сегодня нефтебаза, оно со всех точек зрения не подходит. Даже из здравого смысла. В центре города практически, на берегу красивейшей реки, находится нефтебаза. Ее нужно было закрывать уже давно. Но вот сегодня это событие состоялось. И я гордо об этом заявляю. Генедиректор КНП Борис Золотарев сегодня лично ведет экскурсию по нефтебазе для представителей власти и журналистов. Показывает, что сделано на объекте. Системы налива топлива в бензовозы, ЖД-эстакады и насосные станции демонтировали. Резервуары разрезают на металлолом. Весь объем с Красноярского хранилища, здесь было около 45 тысяч тонн топлива, за осень КНП перераспределила между другими своими нефтебазами. Поэтому, несмотря на закрытие объекта в переулке Тихий, АЗС в городе будут работать как обычно. На автомобилистах это никак не отразится. Просто изменилась логистика доставки нефтепродуктов. Для этого есть другие нефтебазы, реконструированные. Это и Назарова, это и Заозерный. Ну и нефтебаза Енисейская, конечно, она обеспечивает все необходимые грузопотоки нефтепродуктов для северных территорий. На память представители власти получили от КНП сувениры с фрагментом первого клепаного резервуара Красноярской нефтебазы. Демонтаж оборудования – процесс трудоемкий. Окончательно нефтебаза должна прекратить свое существование приблизительно к концу весны. И 20 гектаров земли собираются отдать под строительство жилого района. Что касается дальнейшей судьбы территории, она, безусловно, является градостроительно значимой. В этом связи, я уверен, найдет свою судьбу. Поэтому с владельцами мы уже ведем диалог над параметрами будущей застройки. Рекультивация земель, внесение изменений в план застройки города и многое другое. До появления здесь жилых домов пройдет еще не один год. Но в любом случае опасного производственного объекта в черте города больше не будет. История Красноярской нефтебазы завершена. Альфири Мева, Сергей Раков, 7 канал.